Здравствуйте, друзья! В этом небольшом видеоуроке я хочу рассказать, как интегрировать в систему Home Assistant инфракрасный Wi-Fi контроллер от Xiaomi. Как при помощи этого устройства считывать коды с пультов дистанционного управления и управлять устройствами, которые при помощи этих пультов и управляются. В рамках этого обзора я не буду расписывать штатный функционал этого устройства в системе Mi Home. Кто захочет, сможет посмотреть это в моем старом обзоре, ссылка будет в описании под этим видео. Я сразу приступлю непосредственно к вопросу интеграции. Для работы с устройством нам понадобится его токен. Самый простой способ добыть этот токен, это использовать приложение Mi Home с сайта копиба.ру. Заходим в плагин устройства, информация о сети и отсюда копируем токен устройства. Устройство необходимо прописать в специальном разделе файла Configuration YAML, который называется Remote. Я не выносил его в отдельный файл, потому что пульт у меня пока только один. Используем платформу Xiaomi NIO, это стандартная платформа. Здесь задаем имя устройства свое. Далее указываем IP адрес. Соответственно IP адрес устройства должен быть постоянным. Токен устройства. На этом обязательные параметры заканчиваются. У меня есть еще два дополнительных параметра. Номер слота, в котором сохраняются команды, по умолчанию один. В принципе это не особенно на что-то влияет. И тайм-аут для времени обучения команд. Я здесь поставил 30 секунд. Но достаточно только вот этих вот четырех обязательных строк. Теперь переходим в панель разработчика. Меню службы. И здесь из всех служб выбираем службу, которая называется Xiaomi NIO Remote Learn Command. Выбираем объект. Это наш пульт управления по нашему названию. У меня он называется Kitchen Remote. После того, как мы его выбрали, запускаем вызвать службу. После этого светодиод на инфракрасной базе начинает мерцать. Теперь необходимо в течение 30 секунд, направив на базу пульт управления, нажать кнопку, которую нам необходимо считать. После успешного считывания светодиод моргать перестает. Код светодиода отображается в панели, которая у вас находится слева внизу в виде колокольчика. Далее считанные нами команды мы можем использовать либо в скриптах, либо в автоматизациях. Например, скрипт, который вызывает сервис Remote Send Command. Здесь мы указываем с какого пульта, в частности здесь Remote Kitchen Remote. Далее мы в разделе Data перечисляем команды, столько, сколько нам нужно. Каждая команда начинается со слова Rav. Дальше вот тот код, который нам попадал в панель уведомлений, мы указываем этот код. Если нам надо несколько кодов подряд задействовать, вот так мы их просто здесь перечисляем, столько, сколько нужно. Таким образом, в одном скрипте или автоматизации мы можем загнать любое количество, в принципе, неограниченных кодов, которые очень быстро передастся при помощи инфракрасной базы и не надо будет делать какие-то манипуляции при помощи одного, двух или трех даже пультов. А вот так работает показанный мной скрипт. Вместо того, чтобы с двух пультов отправлять целый перечень команд, в течение нескольких секунд инфракрасный контроллер передает их в нужной последовательности на телевизор и Android Box. Как видите, все очень просто, несложно и быстро. Если у вас еще остались вопросы по этой интеграции, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok